Всем салют, дорогие друзья, меня зовут Альтер, его зовут... Рустам. Нет, Джин. Рустам Джин Калимулин. Это Суэфа, шоу, где мы проверяем на себе различные профессии. Да, как никогда. Кстати, подходит название теперь и для Альтера, потому что ты у нас безработный. Ну, ты прям работный, а? Ну, я тоже. Ну, вот всё стало на свои места. Мы, два безработных, пытаемся найти для себя профессии, которые подойдут нам и будут нам по душе. В этом выпуске мы предлагаем вам посмотреть две профессии. Работу радиоведущего и фитнес-инструктора. Кто проигрывает, идёт на радио, кто выигрывает, идёт в фитнес-центр. Давай. Всё, погнали. Су-е-фа. Ну, окей. И чё, и чё? Я посмотрю на тебя. Вот я и не хотел фитнес-инструктором быть, понимаешь? Ну, вот что это такое? Ну, что, сегодня мы находимся у телекомпании НТР, где как раз находится радиостанция ДФМ. Давайте уже зайдём и познакомимся с работой радиоведущего. Здравствуйте. Сегодня мы показываем работу радиоведущего. Стой, придёт-ка, я без тебя не могу. Можешь без тебя. Нет. Представься, пожалуйста, расскажи о себе, кто ты, чем ты занимаешься. Василий Петрович Пипкин. Чем вы занимаетесь? То есть ты не скажешь, почему ты Пипкин там, да? Нет. Там уже подпись появилась, типа, Николай Фобин. Ага. Всё, мы занимаемся. Мы работаем на радио. В чём вообще заключается работа радиоведущего на радио? Зачитывать спонсорские тексты, за которые нам платят деньги, из которых, собственно, складывается наша зарплата и доход нашей компании. Ну вот вы приходите с утра, что вы делаете? Так, вы готовите тексты. Так, с утра. А, да, да, да. Смотри, вот мы устроим к восьми. Так, значит, тут вырезали, склеили. Ага. Приходим, соответственно, пишем тексты на сегодняшний день. Смотрим за окном. За окном у нас там подснимите термометр есть специальный. Потому что все говорят, типа, непогода там, поэтому смотрят по айфону. Да, не, нифига. У нас специальный термометр, ну, как специально обычный. Мы смотрим, кажется, сейчас погоду, озвучиваем погоду, потом из разных каналов, источников смотрим информацию о дорожной ситуации, чтобы ее тоже озвучивать по радио. Потому что не у всех под рукой. Ну, интернет есть там, какие-то мессенджеры. Кому-то удобно там по радио это услышать. Ну, и все, и с 8.15 и до самого вечера у нас пошли прямые включения эфиры. Ну, вот я уже нахожусь в Эстетик Сити Фитнес. И сегодня, как мы уже обговорили, я попробую провести одну тренировку. Попробую себя в роли инструктора. В общем-то, я думаю, что должно получиться. Хотя, смотря на меня, не скажешь, что я могу что-то. Но я постараюсь. Я думаю, что людям понравится, кто придет ко мне на занятия. Погнали. Сейчас мы попробуем разыграть людей. Они реально не знают, что у них будет другой тренер. Они ждут своего профессионального, уже известного. Ну, а я попробую преподать им пару мастер-классов по такому занятию, как зумба, друзья. Зумба. Мы сейчас будем... Сейчас посмотрим, что из этого получится. А все, у вас двое будет? Или еще кто-то? Алина, где Алина? Алина по семейным обстоятельствам отсутствует? Сегодня занятия проведу я. Да вы что, давай. Давайте. Ну, она была, она уехала. Вы не против? Сегодня не 1 апреля вроде? Нет, не 1 апреля. 1 апреля, все, пошутили, хватит, забыли. А еще кто-то будет? Вроде, да, еще один. Ну, давайте подождем тогда и начнем. Она марафетная у нас будет. Кто? Алина. И говорят не больше. Как марафетная? Куда вы пошли? А не пойдете? Почему? Я серьезно, все нормально будет? Почему все боятся? А где еще третья девушка была? У нас вообще очень много здесь ходит. Я не знаю, что Алина. Нет, никого не предупреждала. Она вот это случилось так. Что, начнем? Помните, да, как разбинаетесь? Разминка сначала? Я первый раз. Первый раз. Сейчас. Так, повторяем, повторяем. Слышно ли? Я, конечно, не супертренер. Итак. А теперь надо вот так. Так, могу здесь? А теперь так. Ладно. Сейчас придет Алина. Это мы для передачи снимаем. Сейчас будем учиться вместе с тренером. Давай. Поехали. Сейчас выучу всю программу и потом... Что-то я очень запыхался. За окнами и депоим Нижнекамск сейчас плюс 6 градусов. Ладно, давай показываем рабочее место. Что у вас здесь? У нас здесь пульт. 85-го года рождения, он старше меня. У нас здесь этот... Ну, кнопочки всякие, крутилки. Фейдро он прибавляет и убавляет звук. Я одеваю наушники и выстраиваю звук, чтобы у меня было слышно, что происходит в радио. Сюда говорю. Четко и громко. Телефон. Сюда звонят слушатели наши любимые. Смотри. Это микрофон. Это наушники. Я заранее узнаю, где у нас неблагоприятная дорожная ситуация в городе. Я это узнаю в WhatsApp. Нам присылают слушатели. Телефон еще. До начала эфира у меня 2 минуты. Я текст даже, кстати, не успела прочитать. Сейчас я быстренько пробегусь по погоде. Ставлю спонсоров. Вот сюда. Ну, мини-листы, короче. Спонсоры, пролики. Травматология. Работает эвакуатор. Вот, понимаешь. Препятствия на рабочие. Да. Дорожное препятствие. Самое главное вовремя выключать микрофон. Я недавно здесь был в гостях и тоже попробовал себя в роли радиоведущего. Прочитал сообщения о погоде и о пробках. Можете посмотреть. Давай, работай. Уважаемые автолюбители, будьте предельно внимательны в ЦРБ. Рабочий эвакуатор. Рабочий эвакуатор. Ну, естественно, рабочий какой. Несправду не отправят. А, работает? Да, да. Это сокращение, потому что мы-то понимаем это сокращение. Днем потеплеет до 4 градусов, ветер успокоится, небо останется пасмурным, но осадков не ожидается. Правильно. А дальше что? А дальше спонсор выпуска. Ну, над интонацией поработаешь и, в принципе, можем брать на замены. А чего один говоришь? Спонсор. Спонсор сейчас, конечно, спонсору скажут. Самое главное, это что? Мы уже без зарплаты останемся. Говори спонсора. Спонсор выпуска. О-о-о. У тебя пышки вылетают. Это нормально. Надо учиться, чтобы это, когда ты говоришь, чтобы микрофона не было. Думаешь? Ну, а вообще, как я? Ты вообще. Ну, что? Ну, ты симпатичный. Нет, в принципе, по голосу нормально, да? Голос хороший, дикция тоже. Вообще, даже не шуруха. Самое главное, ты не жёшь окончание. Увидишь, что с интонацией надо поработать к себе. Да, да, да. Я волновался, я просто тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да, ты, наверное... И боялся сделать ошибки. И боялся, ну, то есть пытался разобраться. Да, там сокращения, да, у нас. И ты, наверняка, еще себя в это время наушников не слушал. Нет, не слушал. Вот, поэтому мы слушаем себя в наушниках громко достаточно, чтобы мы уже, как бы, ну, могли это... Ну, сейчас-то и без них можем. Ну, когда вот ты первый раз, ты себя не слышишь, и ты думаешь, что это нормально, но на самом деле, видишь, у тебя однообразно получилось. И вот думаю, что если тебе поработать немножко, то это... У нас еще даже хуже приходили изначально подготовленные люди. Мне сказали, что мне идет микрофон. Ну, он всем идет. Да, не идет. То, что микрофон вот визуально... Не идет, а Альберту идет. Визуально? А как? Визуально или что? Я не знаю, но типа... Как понять идет микрофон? У меня радиоведущий, типа... Знаешь, что? Ты хочешь занять его место? Сейчас ты покажешься отсюда, не идет микрофон. Все мне идет. В виде пробки давай. Чтобы ваши тренировки проходили правильно, и вы правильно пользовались тренажерами, здесь у Static City Fitness есть специальные тренера. Добрый день, Виктория. Вот я уже тут поработал зумбо-тренером, в общем-то, очень даже неплохо. Но, наверное, есть в Static City Fitness еще что-то интересное, наверное, много разных залов. Может быть, тебе маленькую краткую экскурсию? Конечно, пойдемте, расскажу. Клуб у нас делится на две зоны. Это аэробная зона и зона бассейна. Покажу вам аэробную зону. В вашем распоряжении водичка, кулер. Это у нас тренажерный зал. В тренажерном зале сюда присутствует дежурный инструктор, который водный инструктаж вам проведет. Покажет и расскажет, какой тренажер, на какие группы мышц действуют. В кардиозоне у нас беговые дорожки, велотренажеры, эллипсоиды. Все это у нас имеется. И также дежурный инструктор вам все это расскажет, покажет, на какие кнопочки нажимать. Зал персональных тренировок. Пойдемте. Здесь вы можете выпустить свой пар, побить грушу. Перед тренировкой как-то размяться, растянуться, растянуть свои мышцы. Здесь просто сам по себе тебя занимаешься, да? Тут, в принципе, зал персональных тренировок. То есть, если вы именно с персональным, индивидуально тренером занимаетесь, то проходят иногда вот тут даже тренировочки. Понятно. Йога, пилатес. В данный момент у нас проходит занятие зумба. Ну, там групповое занятие. Туда не пойдем? Ну, давайте откроем просто вот отсюда. Там-то мы уже снимали. Персональные. Да. Групповые занятия. А что еще здесь проходит? Групповые занятия. Какие есть для вас? Их более 20 наименований. Это пилатес, силовые тренировки, бодипам, зумба танцевальная, на растяжку, ролл-релакс, ролл-тренинг, силовые тренировочки, на вытяжение, на прокатку мышц. То есть, их очень много. Пойдем сюда. Есть детский уголок для деток, которые... Если ребенка больше, дети, в принципе, могут здесь не гореть, пока не нормально. Да, маленькие детишки у нас после тренировок тут остаются, они там играют. А некоторые мамочки приходят, к примеру, с детьми уже по старшему возрасту. Они сидят, мультики смотрят, тут ждут своих мам, когда они там с тренировки освободятся. Также у нас есть массажный кабинет. Специалисты очень у нас хорошие. Новичков Григорий и Кубасова Венера. А, он закрыт. Он закрыт. Ну, вот он есть. Так, а бассейн? Очень удобно, кстати. Федор. Везде вода. Это же... Крутыны, шевеликамины. Плохо. Жарко, прям жарко. Слава. И его величество позеет. Тут у нас проходит акваэробика. Бассейн у нас трехуровневый, то есть полметра для занятия с детками. Полтора метра и два метра. У нас за буквально одно занятие люди перестают бояться воды, держатся хорошо, уверенно на воде. А здесь могут научить плавать? Да. Да? Ну, тренер есть. Даже люди, которые там, есть женщины, которым по 50 лет, там, больше, которые боялись всю жизнь воды, они просто ее не боятся. К примеру, на второе занятие уже они нормально ныряют, плавают, себя хорошо, уютно чувствуют. Так, сюда. Все, да, я вас там встречаю. Так, ну и хитобар, где свежевыжатые соки, кофе, чай, коктейли протеиновые. В продаже все это имеется. Какой вам коктейль? Получается, после тренировки можно спокойненько посидеть, отдохнуть, выпить полезные коктейли. Да, у нас есть коктейли, также есть до тренировки, есть после тренировки. То есть не все так просто. Коктейльная карта даже. Да, вот есть до тренировки коктейли, очень вкусные вообще, у нас очень много их берут. И после тренировки, чтобы насытить свое тело, мышцы. Случак. Ну, очень интересно, познавательно. Я не думал, что из этих сетей фитнес, ну, вот такой большой. Как бы снаружи, кажется, ну, вроде как, занимаешься и занимаешься. Компактный. Компактный, но все есть, да. Очень много различных залов, очень много разных тренировок, как я уже узнал. Ну, здорово, круто. Я думаю, что я еще поработаю здесь инструктором, когда походи. Еще вот главный критерий, которого я сейчас придерживаюсь, когда беру сюда людей работать, да, это все-таки на первом месте ответственность. Ты, если знаешь, что у тебя 12, там, до 5 эфир, постоянно пробки, там, погода, что-то еще там, да, ты вот кровь без носа, да, пусть рушится весь мир, ну, все, что угодно, да. Должен прийти и провести этот эфир. Гладкачество, которое все-таки я на первое место ставлю для тех, кто приходит сюда. Если ты, смотри, человек, взял, он начал работать, я вижу, что он, ну, не такой, как, вот, я его себе представляю, то есть он не готов ради радиуса, что-то вы бросили там все, и сюда бежать, сломая голову, лишь бы все вышло как надо, то пошел вон. Как вообще получалось? Отлично получалось, да. Нет, получалось классно. Здесь можно не брать. Нет, я не брю, получалось хорошо. Как бы сначала, с первого раза, ну, там было не в ту сторону, ага. Не надо было вправо, у тебя влево, но потом, да, вот, 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 а так, в принципе, получалось, пластика хорошая, так что, если ежедневно, ну, не ежедневно, а хотя бы три раза в неделю ходить, то будет вот, результат будет отличный. Ну, плачет какая-то, потому что я занимался брейк-дансом. Да, ну, да, классно. Ну, а вот расскажи, зумба, это что такое вообще? Зумба – это фитнес-направление в фитнесе, это тот же фитнес, только с элементами танца. Это не скучные тренировки, которые вот на степах, на, вот, просто на велотренажерах там или на гребле. Это танцевальная программа, основанная на латиноамериканских и мировых ритмах. Очень интересные тренировки. Они, в принципе, чем они хороши, то, что ты качаешь не только какие-то определенные мышцы, например, рук, ног там, да, а это полностью корректировка твоей фигуры, корректировка мышц, идет кардио-тренировка, это очень отлично, для женщин это очень эффективно. Ну, кардио я заметил, да, потому что сложновато. Да. Ну, и в итоге вот, все-таки, сколько можно за тренировку килокалорий с кем? Кемкалорий? До тысячи килокалорий, если точно 800. Опа, крутяк. Да, девочки встают иногда на весы, да, у нас и говорят, неужели это правда? Я вот весила, например, вот, например, да, я весила, ну, 52, встала на весы специально ради интереса, вот, я не вру это, вот, я не просто говорю, что там вот все, ох, так круто, да. Ну, так реально было, 50, например, 53, встаешь 52. Килограмм, неужели так бывает? Я говорю, бывает. Ну, когда есть, что скидывать, как у меня. Да, да, да. Ну, вот, самое... Получится у любого. Самое неадекватное бревно может заниматься с собой. Да, да, если есть желание, сможет любой научиться. Поэтому, если вы бревно, приходите, 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 фиксите фитнес, и вас научат ритму, танцем, движением. В общем-то, да, спасибо огромное. Пожалуйста, приходи еще. Очень было здорово. Очень сложно, на самом деле, было. Спасибо. Не сложно. И я могу, в три минуты сдох, просто умер, кому-то не остался. И я обманул, как будто бы съемки закончились, на самом деле, я просто выдохся. Ну, да. Все, ладно, спасибо. Ну, что, давай вкратце расскажи, как все прошло. Да, ничего интересного. Ну, как-то неинтересно, розыгрыш, про розыгрыш хотя бы расскажи. Ну, блин. Понравилось вообще все это? Ну, понравилось. Нет, не понравилось. Понимаешь, не может быть, тренер выглядеть хуже, чем его ученики. А так и получилось. Поэтому, ну, не знаю. Мне кажется, я не готов. Мне, в общем, понравилось сидеть там, болтать. Но надо, короче, как мне сказали, надо поработать над интонацией. Ну, тогда у тебя хромает. Так что, может быть, когда-нибудь я сменю Фомина. Просто мне надо тоже еще много-много болтать, как он. Ты должен был сказать, может быть, я сменю Фомина. Так, ладно, стоп. Как вам выпуск? Если понравилось, ставьте лайк, рассказывайте друзьям и так далее. Жмите, а, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Предлагайте профессии. В комментариях. И мы попробуем в них поработать. Да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Check it out.